Настоящий учитель, человек высокой пробы, яркая, неординарная личность, которой непременно хочется подражать. На традиционное праздничное мероприятие собрались лучшие педагоги со всего Прикубанского района, их коллеги, родные, друзья. Глава Хусейн Кази в своем приветственном слове отметил, что на учителей в наши дни возложена большая ответственность, ведь в их руках самое ценное – будущее нашего общества. И хотел бы, чтобы сегодня конкурс, проходивший еще раз, подстегнул бы, не пять участников было у нас больше, чтобы у нас учитель, который выиграет сегодня, чтобы он выиграл и в республике, вы достойны этого. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успеха, процветания нашей России. А мы, прекрасный уголочек нашей России, всегда будем показывать себя, вот, как, знаете, на медальоне, такой бриллиантик. Это, короче, Черкесия. Спасибо вам большое. Каждая из пяти конкурсантов выбирает номер, под которым предстоит выступить перед зрителями и жюри. В номинации несколько – презентация педагогического проекта, визитная карточка и педагогическая ситуация. Своё мастерство в неординарной подаче материала учителя также показали на открытых уроках, прошедших накануне. Пожелала удачи своим коллегам победительница прошлого года, учитель биологии села Привольная Фаина Хасанова. Конкурсантка под номером один, учитель математики и физики Зоя Качива в гимназии «Села Дружба» работает уже 30 лет. Рассказывает, что решение посвятить свою жизнь этой непростой профессии она приняла в седьмом классе, когда её начал учить Рамазан Хамзатович Хубиев. Он и привил любовь к математике на долгие годы, делится опытный учитель. Свой второй предмет – физику Зоя Халисовна считает не менее интересным в школе программе. На все вопросы почему, почему пошел дождь, почему туман, почему на стекле узоры, на все вопросы, куда исчезла видимая вода, лужа была и исчезла, на все эти вопросы отвечает именно физика. Её законами пользуются и биологи, и химики, и экологи. Перечислять можно бесконечно, в медицине широко используется, в технике, в военной промышленности. Задача учителя не только обучить своему предмету, но и помочь ребёнку стать разносторонней, развитой личностью, считает преподаватель химии и биологии гимназии Силознаменская Медина Семёнова. А учитель иностранного языка школы Силачапайска Алла Хабыртова с 29-летним стажем признала, что, по её мнению, главная креда учителя – любить то, что преподаёшь, и самое главное – тех, кому прививаешь новые знания. Другая конкурсантка Шахада Ураскулова рассказала, что мечта работать с детьми возникла благодаря её первой учительнице. И уже более 10 лет Шахада Усмановна преподает в начальных классах школы посёлка Кавказский. А преподаватель изобразительного искусства школы Сила Николаевская Марина Ибазова, в свою очередь, прочла красивое изречение, оценившее все сидящие в зале. Врач, прежде чем дотронуться до человека, греет руки, а учитель, прежде чем учить ребёнка, вначале должен согреть своё сердце. Могу сказать, что это уже, наверное, 20 с лишним лет, как проходит это мероприятие. Цель такая – выявить таланты, увидеть, распространить их опыт, увидеть их яркое выступление. И не только, чтобы мы, они в своей школе это всё показывали, но и по всей нашей республике, потому что дальше выигравший будет участвовать в республиканском конкурсе. Итак, первое место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства по количеству набранных баллов заняла учитель гимназии «Сила Дружба» Зоя Качиева. Именно она будет представлять Прикубанский район на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2015». Каждый год в районе проводится конкурс «Учитель года». И моя школа, мои коллеги выдвинули меня в этом году. Я очень благодарна им. Второе место у преподавателя Медины Семёновой из гимназии «Сила Знаменская». И третье завоевала учитель иностранного языка школы «Сила Чапаевская» Алла Хабыртова. Светлана Агбаева, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.